Служение истина восторжествует. Билл Хьюз, тема Спрут Омега. Сегодня днем мы с вами рассмотрим тему, которая называется Спрут Омега. В период времени от начала 19-го и до середины 20-го века, был в церкви адвентистов 7-го дня один очень известный доктор, которого звали Джон Харви Келлог. Джон Харви Келлог был известен не только как доктор в санатории Баттл Крик, он был также известен как лектор, который проводил лекции по здоровому образу жизни. Впоследствии он стал одним из чрезвычайно известных людей в истории Америки, которые однажды побывали в Баттл Крике. Эмилия Эрхарт, знаменитая женщина-летчик, которая посетила Баттл Крик для оздоровления. Вильям Говард Тафт, президент Соединенных Штатов 1908-го года и до 1912-го года. Было время в его жизни, когда он также посетил Баттл Крик. Джонни Вайсмюллер, известный спортсмен и актер, который однажды играл в фильме «Тарзан». Он также побывал в Баттл Крике. И еще несколько имен. Один из них Томас Эдисон, известный ученый, которого называли волшебник Парка Мэллоу в Нью-Джерси. Он также посетил в свое время Баттл Крик. И также, Генри Форд, знаменитый производитель автомобилей, он тоже в свое время побывал в Баттл Крик. Итак, Джон Харви Келлок, на рубеже веков, был очень широко известным адвентистским доктором. Трагедия произошла 18 февраля 1902 года. В санатории Баттл Крик сгорел, что называется, дотла. Было несколько причин почему тогда сгорел санаторий. Прежде всего причина состояла в том, что этот санаторий стал со временем уже настолько большим и настолько разросся. И Баттл Крик уже превратился в такое, знаете, своеобразное адвентистское гетто. А Бог очень желал, чтобы его народ распространился и расселялся дальше по всей территории. И когда в 1902 году санаторий сгорел, Эллен Уайт советовала братьям и говорила «Не восстанавливайте санаторий в Баттл Крике! Стройте в других местах! Стройте санатории меньшие по объему!» Но Джона Харви Келлога все это мало интересовало. Джон Харви Келлог желал сделать себе имя. И поэтому Келлог не только вернулся в Баттл Крик, он не был там когда произошел этот пожар, и он начал составлять план для создания в Баттл Крик еще большего по размеру санатория чем был до этого. Трагедия состояла в том, что братья не послушали то, что говорила Эллен Уайт, и поэтому они начали там строить, и вскоре стало очевидным, что у этого санатория возникнут серьезные проблемы с финансами. И поэтому президент Генеральной конференции того времени Эй Джи Даниэльс посетил Джона Харви Келлога и сказал ему «Джон Харви, ты известный лектор, почему бы тебе не написать книгу, и мы бы смогли использовать финансы от продажи этой книги для того, чтобы оплатить расходы этого нового санатория?» Итак, Джон Харви Келлог был очень рад этому предложению, и прошло совсем немного времени, и он написал книгу, книгу, которая называлась «Живой храм». Эта его книга «Живой храм» была переполнена различными ложными понятиями, которые вели свое происхождение от спиритизма и от пантеизма. Эллен Уайт писала об этом так в книге «Избранные вести», том 1, страница 200-ая. Она писала следующее. «Книге «Живой храм» представлена альфа смертельно опасных ересей. Омега же придет впоследствии и будет принято теми, кто не желает прислушаться к данному Богом предостережению» Итак, Эллен Уайт написала это. Знаете, Библия была написана давно, и некоторые могут сказать в оправдании «Мы не можем иногда понять, о чем там говорится в Библии». Но вы не можете то же самое сказать о трудах Эллен Уайт. Потому что все, что ею было написано, это было написано в 19-ом и 20-ом веках. И она очень ясно и доступно писала и говорила по какому пути нам идти. Но знаете, трагедия состоит в том, что у нас возникают проблемы даже с тем, что нам было очень ясно и понятно представлено. И здесь она очень ясно сказала о том, что книга Джона Харви Келлога содержит альфу смертельно опасных ересей. И затем она смотря в будущее сказала, что это не в последний раз. Божий народ столкнется с ужасающим отступлением. Она сказала, что придет еще одно отступление в будущем. И она Уайт назвала это отступлением омега. Это интересно, потому что альфа и омега это первая и последняя буквы греческого алфавита. И поэтому эти буквы относятся к описанию отступления, которое придет со всех сторон. Но альфа и омега имеют нечто общее. Общее у них то, что они находятся в одном и том же греческом алфавите. Итак, если мы желаем с вами понять, как в конце времени будет выглядеть отступление омега, нам для этого необходимо проанализировать то что произошло во время отступления альфа. Вскоре после возвращения Келлога, это было написано внуком Эллен Уайт, Артуром Уайт, это шестой том описание жизни его бабушки Эллен Уайт, это описание того что происходило с 1900 года, если я не ошибаюсь, и по 1905 год. Здесь сказано следующее. Вскоре после возвращения Келлога в Бэтлкриг, Спайсер, который вернулся после того как был миссионером в Индии, Спайсер был приглашен Келлогом, чтобы прийти к нему домой для обсуждения этой книги «Живой храм». Мужчины провели целый субботний день вместе и вскоре они уже пребывали в довольно ожесточенном споре, так как доктор Келлог объяснил что учения этой книги очень сдержанно отображают его взгляды, и он был намерен учить тому что Бог пребывает во всех предметах природы. Позже Спайсер писал «Мне был задан вопрос, где пребывает Бог?» Этот вопрос задал Спайсеру Келлог. Я естественно ответил «Он пребывает на небесах, там где Библия описывает престол Божий, и всех там находящихся небесных существ, и по Его Божьему повелению являющихся посланниками между небом и землею. Но мне было сказано что Бог был в траве и в растениях и в деревьях. Тогда мне был задан еще один вопрос. Где же это место пребывания Бога? Я имел свое представление о центре вселенной с небом и престолом Божьим в центре, но я отказался от любой попытки зафиксировать и указать точный центр вселенной астрономический. Мне настоятельно внушали понимание о том что небеса это там где пребывает Бог, а Бог пребывает повсюду. В траве, на деревьях и во всем творении. Альфа, Омега. Многие ли из вас знакомы с таким понятием как Project One? Вы слышали о таком понятии как Project One? Есть ли служители церкви адвентистам седьмого дня, которые вовлечены в Project One? Я знаю что одного из них зовут Брайан из Вала-Вала. Еще другого зовут Галиспи, Сэм Ленор и Ла Сиера. Их примерно 5 человек. У них у всех есть нечто общее. Они все сделали свою докторскую степень в университете здесь на юге штата Орегон. Их первым преподавателем был человек по имени Леонард Свитт. Леонард Свитт написал несколько книг. Вы можете найти все это в интернете. Там есть подтверждение всему тому что я говорю. Леонард Свитт верит в спиритизм, он верит в экуменизм, и ко всему прочему он является еще и пантеистом. И эти пять адвентистских служителей продвигаются в месте Project One. Все сделали свой докторат под руководством Леонарда Свита из этого университета. Я уже не помню название этого университета. Да, спасибо, это университет Джорджа Фокса. Да, Джефф, спасибо. Университет Джорджа Фокса в штате Орегон. Ньюберг. В Альфе это было и в Омеге это также есть. А сейчас давайте посмотрим кое-что здесь. Это похоже на эффект домино. Все происходит так же как в эффекте домино. Вы выстраиваете домино в одну линию, одну за другой на столе. Вы возвращаетесь к первой и толкаете ее. И что тогда происходит? Происходит цепная реакция. Вторая падает, затем третья, четвертая, пятая, до тех пор пока все не упадут. Осознавал ли это Джон Харвих Келлог или нет, но его книга «Живой храм» была этим самым первым домино. Потому что если вы говорите, как тогда сформулировал это Келлог, что Бог пребывает во всем? Что тогда происходит с учением о Небесном Святилище? Что тогда происходит с учением о великом первосвященнике, который служит там для нас в Святом Святых Небесного Святилища? Что со всем этим происходит? Тогда больше нет необходимости в Небесном Святилище, потому как Бог во всем. Бог больше не пребывает во Святилище, потому как Он уже в нас. Итак, незаметно для некоторых, но не для Эллен Уайт, Джон Харви Келлог нападал на само основание и на саму причину существования адвентизма седьмого дня. Скажите, какая необходимость есть в таком случае для ангелов, чтобы они переносились с неба на землю? Какая есть необходимость в таком случае в дате 1844 год? И зачем нужен в таком случае закон и суббота? Для чего в таком случае все это? Потому как Бог уже в тебе и во мне. Что нам в таком случае еще нужно? Что нам тогда еще нужно? Мы уже тогда ни в чем не нуждаемся. Если Бог пребывает везде включая мужчин и женщин, зачем нам тогда нужен Спаситель? Просто задумайтесь над этим. Нуждаюсь ли я в ком-то, кто умер за меня, если как они учат? Я уже Бог. Нуждаюсь ли я в ком-то еще? Я в таком случае уже не нуждаюсь в Спасителе. Итак, Альфа было началом падения домино и каждая в отдельности великая истина, то что Бог дал адвентистам седьмого дня, все это падает. Знаете, во дни Джона Харви Келлога это было время великого процветания. Это не было время когда, знаете, кажется что все рушится. Это то что история повествует нам. Люди во дни Джона Харви Келлога не проходили через столетия беспрерывной войны. Люди во дни Келлога не видели этой битвы при Вердене в 1916 году. Они не видели того что произошло в Хиросиме и Нагасаки. Они не видели того что происходило в Корее и во Вьетнаме. Когда миллионы американских парней возвращались домой с посттравматическим стрессовым расстройством. Они просто не видели и не знали этого. Это было время колоколов и звезд. Но если мы перейдем к другой группе людей которые будут жить в конце времени. Которые будут видеть все эти ужасные вещи которые человек только может сделать. Постоянно наблюдая за отступничеством которое будет происходить в среде адвентистов седьмого дня. И поэтому эта группа людей в конце времени просто не смогут пройти к такой идее что Бог внутри нас. Это же просто нелепо. Но они придут к другой идее. И это будет полной противоположностью от вступления Альфа. Точно так же как Альфа находится на противоположном конце от Омеги. Эта идея будет заключаться в следующем. Не волнуйтесь. Все что происходило происходило вне вас. Все что нужно было сделать уже было сделано 2000 лет тому назад. Просто примите это в вашем разуме. И вы пойдете на небо. Те люди которые будут жить в конце времени испытания они могут это принять. Потому как это все выглядит и звучит чудесно. Я не должен ничего делать. Мне нет необходимости подчинять свою жизнь. Все что я должен сделать так это сказать Иисус любит меня. И я это знаю. Это все что я должен сделать. Отступление Альфа атакует фундаментальное учение христианства и адвентизма седьмого дня. Омега находится в том же греческом алфавите что и Альфа и мы можем быть уверены что отступление Омега будет атаковать основополагающее учение адвентизма седьмого дня. Отступление Омега будет атаковать учение о святилище. И существует множество различных способов как это будет происходить. Дезмонд Форд атаковал святилище когда сказал что в тридцать первом году нашей эры Иисус вошел в небесное святилище и в это время он Иисус начал свое служение святом святых. Вот каким способом Дезмонд Форд атаковал наше учение. Эдвард Хеппенстал это еще один адвентистский ученый и он однажды сказал что все уже совершилось на кресте. Просто примите это. Существует еще один способ как учение в небесном святилище может быть атаковано если просто знаете говорят мы совершили ошибку нам стыдно за это и мы это признаем. Давайте больше вообще не будем говорить на эту тему о небесном святилище. И таким образом в адвентизме седьмого дня за последние шестьдесят с лишним лет практически не слышно этой вести о небесном святилище и о следственном суде. Почему? Мы просто стесняемся этой вести. И мы больше не будем продолжать говорить на эту тему. И так существует множество различных способов как истина о святилище может быть атакована. И мы видели как все это работает. Труды духа пророчества также подверглись атаке. Знаете как дух пророчества может быть атакован? Это тот же самый способ который использовал Джон Харви Келлог. Это просто поразительно. Когда Эллен Уайт разоблачила эту книгу у Келлога «Живой храм» Джон Харви Келлог не смог принять такое прямое обличение которое настолько ясно разоблачало то что он написал. И он отреагировал на это несколько странно. Он сказал следующее «Я продолжаю доверять тому что говорит Эллен Уайт, но это разоблачение моей книги писала не она». Это кто-то другой написал. Мы сегодня слышим с вами те же самые слова. Сегодня говорят тоже самое. И чуть позже я покажу вам несколько доказательств этому. Келлог сказал «Эллен Уайт не могла написать этого о моей книге». Она взяла всю эту информацию у Вилли ее сына. Или же она получила эту информацию от Эйджи Даниэльса. Господь не показывал лично ей о том что моя книга не верна. Она получила эту информацию от другого человека. И мы с вами продолжаем слышать то же самое и сегодня. И друзья это является частью отступления Омега. Во время отступления Омега адвентисты седьмого дня будут говорить что невозможно соблюсти закон Божий. Будучи послушным Детем Божьим. С момента атаки на работу Христа которая была при отступлении Альфа Омега обязательно принесет с собой ложные взгляды по вопросу искупления и по многим другим вопросам. Буква Омега находится в конце греческого алфавита. Если Альфа это начало алфавита, то отступление Омега будет сопровождаться теми же ложными понятиями что были и в Альфе. И так же будут добавлены еще другие новые искаженные представления. Во время Альфы говорилось что вся работа искупления совершается внутри человека. При отступлении Омега же будут говорить что вся работа искупления происходит вне человека. И о том что искупление было окончено на кресте. Но самым большим атакам подвергнется и это вам подтвердит любой опытный военный, что самым большим атакам подвергнутся те вести которые будут приходить из главного офиса или главного штаба. Знаете когда проходила Вторая мировая война в этой войне участвовали многие американские парни которые ни разу до этого не видели поля боя. Например в обязанности моего отца во время Второй мировой войны входило их подразделение тогда дислоцировалось в Индии. В его обязанности входило подобно другим парням расшифровывать код который был тогда у японской армии. Если вам удастся расшифровать код вашего противника вы тогда сможете перехватывать сообщения которые проходят между командующим и линией фронта. Все! Они в ваших руках! Считайте что они уже мертвы! Друзья! Дьяволу хорошо известен тот факт, что для того что бы победить народ Божий в последних эпизодах этого великого противостояния для этого ему дьяволу необходимо совершать атаки на главный штаб. Одним из секретов победы Америки во Второй мировой войне было то что удалось расшифровать код японской армии. Победа в битвах за Медуэй и в битве за Иводзиму стала возможна лишь по той причине что был расшифрован секретный код японского флота. Если удастся разорвать линию связи между небом и народом Божьим то такой народ погибнет. Знаете во Второй книге Паралипоменон в двадцатой главе описывается случай когда Иосафат встретился с врагами народа Божьего. Тогда Иосафат сказал следующее. И как это можно применить в наше время? Вторая книга Паралипоменон 20-ая глава и стих 20-ый. Здесь сказано «И когда они выступили стал Иосафат и сказал послушайте меня иудеи и жители Иерусалима. Верьте Господу Богу вашему и будьте тверды. Верьте пророкам Его и будет успех вам». Эллен Уайт пишет в специальных свидетельствах серия B, номер 7, страница 37 и в специальных свидетельствах номер 2, страница 50 и 53. В двух этих утверждениях Эллен Уайт категорично и неопровержимо отвергает учение которое присутствует в книге «Живой храм». Я прочту то что написано вверху. «Мнение относительно личности Бога которые были изложены в книге «Живой храм» были приняты человеком который получил продолжительный опыт в истине. Те о которых мы полагали что они пребывают в вере и которые должны были различать зло и смертельно опасное влияние этой науке о зле это должно пробудить нас как ничто иное. Эти доктрины и последовавшие за этим логические выводы полностью сметают всю структуру христианства. Они полностью лишают истину небесного происхождения, своего влияния и обрадывают народ Божий лишая его опыта который был в прошлом. Представляя им вместо этого ложную науку. И опять-таки Харви Келлог опроверг эти утверждения. Он просто сказал что Эллен Уайт не была вдохновлена Богом для того что бы делать такого рода критический разбор его книги. Келлог тогда утверждал что она Уайт получила эту ошибочную информацию от ее сына Вилли Уайта или же от президента Генеральной конференции того времени Даниэльса. Келлог утверждал что верит во вдохновение Эллен Уайт но он не желал прислушиваться к словам которые она сказала. И так получается со слов Келлога что Эллен Уайт не была вдохновлена Богом когда писала свой комментарий на книгу Келлога. Друзья вы осознаете к чему это все ведет? Если мы скажем что то что она Уайт написала об этой книге «Живой храм» как сказал Келлог что это не было написано под вдохновением Божьим потому как это написал кто-то другой. А что будет если вы столкнетесь с другой темой? Ну например а что будет если мы читаем о том что сказала Эллен Уайт о тех которые едят мясную пищу что они не будут взяты в царство Божие. Если мы продолжаем есть мясную пищу и нам не нравится это утверждение что в таком случае попытается сделать с этой цитатой наш маленький человеческий разум? Многие так говорят Эллен Уайт этого не писала. Это кто-то другой написал. Это наверное было написано Фрумом. Или же это написал Урия Смит. Или же это было написано Вилли Уайтом. Или же Вагонером. А может быть Джоунсом. Вы видите что происходит? Если вы подвергаете сомнению то что было написано Эллен Уайт. В таком случае вы сможете подставить под сомнение все что она написала и вы можете оправдать любое непослушание какого только пожелаете. И знаете что я вам еще скажу? Вы при таком подходе дойдете до того что любое место в трудах Эллен Уайт будет объявлено вами что это не было написано под вдохновением Божьим. И знаете что еще в таком случае вами будет объявлено как не вдохновенное Богом. Сама Библия. Итак друзья вы начинаете этот процесс с того что вы ставите под сомнение и осуждаете то что было написано Эллен Уайт. И в конечном итоге вы полностью оставите христианство. И мы действительно с вами слышим что именно так это и происходит. И знаете что это на самом деле? Это мусор. Это попросту мусор друзья. Все эти оправдания имеют сатанинское происхождение. Все очень просто. В отступлении Альфа присутствовал этот элемент когда говорили что то что она написала это не было вдохновлено Богом. Друзья сегодня у нас происходят те же самые вещи. Те же самые вещи. Совсем недавно в моей церкви в Флориде присутствовал один посетитель который пришел когда уже проходила субботняя школа. Он зашел в зал. Сел сзади. Потом он подошел ко мне и в течении трех минут говорил. Он сказал «Билл я настолько рад тому исследованию которое ты сделал потому как Лерой Фрум был одним из тех который привнес проблему о божестве в церковь адвентистов седьмого дня.» Я взглянул на него и сказал «Нет он этого не делал.» Он спросил «Что вы имеете ввиду?» Я ответил «Библия и Эллен Уайт очень ясно говорят о божестве. Что существует Отец, Сын и Святой Дух. И что каждый из них является отдельной личностью и членом божества.» Он взглянул на меня тогда и сказал «О нет, 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 это не правда. Это Фрум принес такое понимание, а не Библия. И не Эллен Уайт.» И тогда я ему сказал «А что вы будете делать с утверждением которое находится в книге «Евангелизм» на странице 615 и на странице 617.» И когда я прочитал ему прямо там это утверждение в котором говорится «Отец в личности своей является всей полнотой божества и невидим для глаз смертного. Сын есть вся полнота божества явленного людям.» И чуть ниже читаем написанное зеленым шрифтом. «Утешитель, которого Христос обещал послать после Его вознесения на небеса, является Духом во всей полноте божества.» И я тогда сказал этому человеку «А что вы сделаете с этим утверждением?» Знаете каков был его ответ? Эллен Уайт этого не писала. Все это было написано Лерой Фрумом. Лерой Фрум собрал эти высказывания и вставил эту информацию в книгу «Евангелизм». Но Эллен Уайт не писала этого. Я взглянул на него тогда и сказал «Знаете вы встали на скользкую дорожку и неизвестно где вы остановитесь. Какие еще высказывания в трудах Эллен Уайт вы выбросите, потому что они вам не нравятся?» Я сказал ему «Знаете вы катитесь вниз по скользкой дорожке и я не собираюсь катиться вместе с вами. Я не собираюсь катиться вместе с вами.» Друзья это очень и очень опасно. Некоторые так говорят книга «Евангелизм» это компиляция и составителем этой книги был Лерой Фрум. Так говорят что Фрум схитрил когда составлял эту книгу. Эллен Уайт не говорила этого. Вау! «Человек который говорил со мной в нашей церкви был виновен в плагиате, потому как он озвучил идею, которая ему не принадлежит. Он позаимствовал эту идею у Джона Харви Келлога, которую тот произнес более ста лет тому назад.» О чем же нас предупреждал Эллен Уайт? Это записано в первом томе «Избранных вестей» страница 48. Это также написано в письме номер 12 за 1890 год. Она говорит здесь следующее. «Сатана постоянно навязывает ложь, чтобы увести людей от истины. Самым последним его обольщением будет попытка свести на нет влияние свидетельства Духа Божьего. Без откровения свыше народ не обуздан.» Книга притчи 29-ая глава стих 18-ый. «Сатана будет работать изобретательно и разнообразно, используя различные средства, дабы подорвать веру Божьего остатка в истинное свидетельство.» Друзья мы с вами прямо сейчас как раз живем в это время о котором Эллен Уайт говорит что оно придет. Вам не нравится то что говорит Дух Пророчества например о вреде которое приносит мясная пища? Вы можете сказать она Уайт не писала этого. Вам не нравится то что Уайт писала о вреде конкуренции. В таком случае вы можете сказать что это было написано кем-то другим. Она Уайт говорит что учение о том что Святой Дух это просто влияние это ложное учение. Вы можете так же сказать что она не писала этого. Это все написал Фрум. Грех может быть побежден посредством силы Христа. Если я падаю, если я не держусь за руку Божию, если я прочитал такое у Эллен Уайт. Я помню когда я был однажды в колледже жена одного из моих профессоров однажды сказала «Я не могу стоять когда я читаю книгу «Христианский дом». Потому что всякий раз когда я читаю книгу «Христианский дом» я испытываю чувство вины. Потому как я плохая мать и я плохая жена. Разве для этого Бог дал нам эту книгу «Христианский дом»? Он нам дал эту книгу для того что бы научить нас тому что сами по себе мы не можем стать хорошим мужем и хорошей женой. И вся направленность этой книги состоит в том что бы привести нас к осознанию нашей нужды. И привести нас к пониманию нашей зависимости от силы Христа которая вне нас. Итак эта книга это призыв верить и призыв к отдаче себя Христу. Вот для чего была дана эта книга. Не для того что бы мы чувствовали себя подавленными и обескураженными и выбросили бы прочь книги духа пророчества. Учение о периоде времени 2520 лет. Это заблуждение. Некоторые верят что период времени в 2520 лет это последний великий пророческий период. Эллен Уайт ни разу не говорила об этом. Книга Левит 26 глава здесь в этом стихе как учат некоторые записано не существительное а наречие. И они говорят что кто-то другой исправил кое-что в ее книгах. Еще одно. Праздничные дни Ветхого Завета сейчас не нужно соблюдать. И что делать если кто-то верит в то что нужно соблюдать эти праздничные дни. А Уайт ничего по этому поводу не писала. Еще если Уайт написала что папство это антихрист. Но в своем понимании я все больше и больше становлюсь ближе к католицизму. А этим уже пропитаны многие деноминации в наше время. Тогда мы просто покончим с этими высказываниями Уайт. Знаете возвращаясь в начало 50-х годов когда Мартин Бернхаус понял что происходит что все высказывания Лен Уайт постоянно утверждает одну и ту же мысль о том что искупление продолжается и в наши дни на небе святом святых. Лерой Фрум и Рой Аллен Андерсон искали и даже однажды обратились в комитет по трудам Эллен Уайт и сказали что им нужны все места из трудов Уайт где она говорит что искупление продолжается и в наше время. Они ей просили это сделать для того что они сказали мы хотели бы на этих страницах в этих местах поставить звездочку и написать о том что она имела ввиду когда писала это. Мы хотели бы сделать такое пояснение что искупление произошло на кресте. Но она говорит в этих местах о преимуществах жертвы. Как это называется? Это называется отступление Омега. У Эллен Уайт никогда не было никаких проблем в общении с людьми. Но Фрум и Андерсон имели проблемы с искуплением. Которая продолжается до наших дней потому как они желали пребывать в экуменической гармонии с отступившими протестантскими церквами. Друзья, вот почему так много отрицательного происходит в адвентизме в наши дни. Потому что мы желаем пребывать в единстве с падшими и отступившими протестантскими церквами. По какой причине была написана книга «Великая надежда»? Подумайте об этом. Почему в этой книге «Великая надежда» были убраны все цитаты которые говорят о падении Вавилона? Почему определение о том что папство является антихристом было убрано из этой книги «Великая надежда»? Почему? Потому что они хотят сказать таким образом падшим церквам. Смотрите, мы больше не будем говорить ничего плохого и отрицательного о ваших церквах. Друзья, мы такими действиями лишаем влияния и силы труды духа пророчества. Только лишь для того чтобы мы были как и все остальные церкви. Все это разрушает адвентистское учение. И прежде чем я вам покажу следующий слайд, я хотел бы поделиться с вами чем-то очень личным. Это было уже давно. Было время когда я неправильно понимал некоторые вопросы. Я распространял одну идею о том, что церковь адвентистов седьмого дня является Вавилоном. И когда я учил этому, я брал несколько довольно ясных утверждений Библии, которые повествуют о тех характеристиках, которые присущи Вавилону. И я тогда показывал как все эти характеристики присутствуют в церкви адвентистов седьмого дня. Например, Вавилон атакует учение в небесном святилище. Вавилон совершает атаки на труды Духа Пророчества. Это все я нашел в Священном Писании. Вавилон преследует тех, кто встает на защиту истины. И я совершенно не слышал о том, что Эллен Уайт довольно ясно писала. Но один уважаемый мной человек, Божий человек, которого зовут Ральф Ларсон, который никогда никого до этого не атаковал, но в этот раз он сразу же отреагировал. Он сказал следующее. «Всякий, кто так говорит, он пропитан фанатизмом». И это было, вы знаете, подобно пощечиной для меня. Потому как я уважал мнение этого человека. И я сказал сам себе. Он назвал меня фанатиком. И он сказал тогда, друзья, это ясно как белый день. Эллен Уайт в своих трудах порицает всех тех, кто называет церковь Божью Вавилоном. И затем он процитировал это утверждение из книги «Свидетельство для проповедников». И Дух Святой в этот момент просветил мой разум, подобно молнии. И он, Ральф Ларсон, сказал мне, пришло время, чтобы принять решение. Либо ты собираешься прислушаться к тому, что говорит Эллен Уайт, как пророк посланный Богом для последнего времени, либо же ты будешь продолжать верить в то, как ты считаешь, что это поддерживается Писанием. Друзья, я очень благодарен сегодня, что мое сердце не стало тогда твердым как цемент. Тщательно перемешанный цемент и совершенно твердый. И я сказал тогда, Господь, прости меня. Прости меня за мою глупость. Прости меня за то, что я думал, что я знаю больше, чем ты. И с того времени, а это происходило примерно в 1996 году, с того времени и по сей день я никогда больше ни разу так не проповедовал. Потому что Эллен Уайт так не говорила. Знаете, несколько лет тому назад я был, где бы вы думали, в штате Вашингтон. Я тогда направлялся на запад от того места, где мы сейчас с вами находимся. Там должна была проходить одна встреча. И когда мы подошли к тому моменту, когда уже можно было задавать вопросы, и мы на них отвечали, один джентльмен поднял руку и сказал «как долго вы верите в то, что церковь Адвентиста седьмого дня это Вавилон?» Я сказал ему «хорошо, сэр. Да, действительно, было время, когда я так считал. Но я тогда ошибался. И то, что писала Эллен Уайт, прояснило мое понимание этого вопроса. И я больше так не считаю. Я больше не верю в это. Вот уже как 20 лет.» Но он был недоволен таким ответом и он тогда сказал «прекратите! Прекратите! Вы должны в это верить!» И я ему ответил «нет, сэр, в книге свидетельств для проповедников об этом сказано достаточно ясно.» И затем мы перестали говорить по этому вопросу, потому как он не желал принимать ни одного из моих ответов по этому вопросу. И поэтому я просто сказал «давайте перейдем к следующему вопросу. А на следующей неделе леди, которая пригласила меня проповедовать в этом месте, позвонила ко мне по телефону и сказала «я больше никогда вас не приглашу сюда опять для проповеди.» Я ответил «ну ничего страшного, у меня есть встречи и приглашение проповедовать в различных местах по всему миру.» Я сказал «вы не могли бы мне объяснить причину, почему вы так решили?» И она ответила «разумеется. Причина состоит в том, что вы не верите, что церковь адвентистов седьмого дня это Вавилон.» Я ответил «так считаю не только я один, но такое же мнение и у Духа Пророчества.» И потом я процитировал то что было написано для некоторых людей в свидетельстве для проповедников на странице 49 и 50 где Эллен Уайт пишет следующее «в мире есть только одна церковь, которая стоит в настоящее время в проломе и восстанавливает разрушенную ограду. И если кто-либо привлекает внимание мира и других церквей к этой церкви, осуждая ее и называя ее Вавилоном, значит этот человек действует сообща с клеветником братьев. Возможно ли такое, что среди нас восстанут люди и начнут говорить привратно и подадут голос в поддержку мнения, которое сатана распространяет во всем мире относительно соблюдающих заповеди Божьи и имеющих веру Иисуса Христа? Ответ который прозвучал потом из уст этой женщины был следующий. Книга свидетельства для проповедников не было написано Эллен Уайт. Она сказала что свидетельство для проповедников в действительности было собрано Урией Смитом и Эллен Уайт не имеет к этой книге никакого отношения. Друзья, если вы займете такую позицию, то вы будете готовы оправдать и отвергнуть любой текст из того что сказала Эллен Уайт и по любому вопросу. И вы будете говорить что она Уайт этого не писала. Эта идея была позаимствована от Джона Харви Келлога. И нам лучше быть с этим очень осторожным. Потому как я повторюсь, когда Эллен Уайт говорит что-либо, это достаточно ясно и это понятно. Я настолько благодарен Богу за то что у нас есть сегодня труды Духа Пророчества. И заслужение Ральфа Ларсона, который однажды вернул меня на правильный путь. Знаете, в третьем томе избранных вестей, страница 84-е, Эллен Уайт говорит следующее. Одно можно сказать наверняка. Те адвентисты седьмого дня, которые становятся под знамя сатаны, первыми перестанут верить в предостережение и укоры, которые содержатся в свидетельствах Духа Божьего. Звучит призыв к еще большему посвящению и более святому служению. И он будет звучать и далее. Конец цитаты. Друзья, вы слышите сегодня как некоторые адвентисты седьмого дня говорят «О! Эллен Уайт не писала этого или того!» Через этих людей вы слышите голос самого дьявола. Когда та леди сказала мне эти слова, я ответил ей так же как я ответил тому джентльмену несколько недель тому назад в нашей церкви. Я ей тогда сказал что она находится на скользком пути и что она катится вниз и там она может разбиться. И я не буду скользить по этой дорожке вместе с ней. И это страшно, друзья. Нам необходимо знать то что говорит Дух пророчества. И нам необходимо подчиниться тому что говорит Дух пророчества. Потому что слушая и подчиняясь тому что говорит Дух пророчества, мы подчиняемся таким образом воле и авторитету самого Христа Иисуса. И в заключение хочу вспомнить одного царя, который был лидером в древнем Израиле и принадлежал к ветхозаветной можно сказать адвентистской церкви. Мы находим эту историю в книге Иеремии в главе 34. Я здесь сделал опечатку, немного исказив его имя. Его царя на самом деле звали Иаким. У Иакима были те кто вместе с ним слышали слова Варуха, который встал и провозглашал то что ему было сказано через Дух пророчества. Во дворе храма в Иерусалиме и слушающие были очень впечатлены от услышанного и Иаким слышал это. И он тогда сказал одному из своих писцов что бы он принес этот свиток. И Библия говорит что произошло дальше. Царь послал Иегудия принести этот свиток и он взял его из комнаты Элисама царского писца и читал его Иегудий вслух царя и вслух всех князей стоявших подле царя. Царь в то время в девятом месяце сидел в зимнем доме и перед ним горела жаровня. Когда Иегудий прочитывал три или четыре столбца царь отрезал их писцовым ножичком и бросал на огонь в жаровне доколе не уничтожен был весь свиток на огне который был в жаровне. И не убоялись и не разодрали одежд своих ни царь ни все слуги его слышавшие все слова сии. Хотя Элнафан и Делая и Гемария упрашивали царя не сожигать свитка но он не послушал их. Может быть мы с вами полностью не согласны с тем что сделал царь Иаким с его отвратительным поступком но по крайней мере он поступил честно. Он этим поступком сказал прямо «Я не верю в то что говорит пророк. И я покажу вам то что я с этим сделаю. Я брошу этот свиток в огонь.» Друзья! Мы с вами думаем что мы достаточно обучены. И мы так думаем что Бог этого не видит. И мы ошибочно считаем что мы можем обманывать и хитрить говоря «Я это не приму потому что Олен Уайт этого не писала.» Да друзья мои это так и есть. И она имела ввиду именно то что она сказала. Мы рассмотрели с вами то что происходило при отступлении Альфа для того что бы понять что мы с вами стоим на скользком пути. Я хочу помолиться о том что бы мы с вами проводили больше времени читая труды духа пророчества. Сравнивая их с тем что говорит Писание. Так что бы когда дьявол будет нашептывать нам она не писала этого. Что бы мы могли ему ответить что он абсолютно не прав. Давайте помолимся. Благодарим тебя Господь. Что согласно тому что мы читали сегодня мы живем в конце времени. Потому что последняя атака уже проходит в течение последних десятилетий. И те из адвентистов седьмого дня которые встанут под знамя сатаны. Они не желают говорить об Эллен Уайт. Они не желают цитировать из ее трудов. Они будут стесняться Эллен Уайт. Отче пожалуйста прости нас. Ты наделил нас потрясающим даром. А мы бросаем этот дар тебе прямо в лицо. Ты дал нам бесценное сокровище. А мы пренебрегли им. И мы пинаем своими ногами и сбрасываем это сокровище на обочину. Пожалуйста Господи прости нас. Помоги нам быть прилежными учениками в том что говорится в свидетельствах Иисуса. Так что бы наши глаза были помазаны глазной мазью. Что бы мы могли однажды видеть как придет Иисус и быть готовыми пойти домой вместе с Ним. Во имя Его я молю. Аминь. Иисус